Никто никогда не ждет, что наступит болезнь. Это всегда происходит неожиданно, в любом месте, в любое время суток. И вот здесь очень важно, чтобы вовремя пришла скорая помощь. Что нужно для того, чтобы она пришла вовремя, была вовремя оказана? Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Скорая помощь уже здесь, в нашей телевизионной студии. Знакомьтесь с нашими гостями. Сегодня у нас приехала к нам Инна Труханова, врач, анестезиолог, реаниматолог, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава Самарской области, доктор медицинских наук, профессор. Добрый вечер. Добрый вечер, Инна Са. И сегодня с нами Раймонд Чернуха, исполняющий обязанности главного врача Самарской областной ассоциации скорой медицинской помощи. Также добрый вечер. Здравствуйте. Я думаю, что вполне понятна тема сегодняшнего нашего разговора. Он, как обычно, в прямом эфире. Номер телефона 202-11-22. К нам в студию можно позвонить, задать свои вопросы. Ну, а мы о работе скорой помощи. И прежде всего, дорогие гости, хочу попросить вас помочь нам разобраться, что такое скорая и неотложная помощь. Это ведь не одно и то же. Да, конечно же. Скорая и неотложная помощь – это две разных позиции. Во-первых, скорая и медицинская помощь – это самостоятельная служба, и это самостоятельное направление, и, в общем-то, это и самостоятельные лечебные учреждения, это станции и отделение скорой медицинской помощи. Неотложная помощь медицинская – это часть амбулаторной помощи, часть первичной медико-санитарной помощи. И она относится именно к оказанию на выезде у пациентов каких-то при неотложных состояниях помощи теми же силами, которые есть у данной амбулатории, у данной поликлиники, и входят совершенно в другую структуру – структуру первичной медико-социальной помощи. Но на сегодняшний день, в связи с тем, что вызовы бывают разные, у нас эти две системы очень серьезно взаимодействуют друг с другом. И, получая вызов на скорую помощь, мы иногда передаем его в поликлинику, в случае, если он неотложный, а это значит, нет угрозы жизни человека. И его может в дневное время до 8 часов вечера обслужить поликлиника. И время на оказание этой помощи совсем другое – 2 часа. А вот если это экстренный вызов, когда есть угроза жизни человека, тогда есть только 20 минут, и оказывает эту помощь всегда скорая медицинская помощь. Вы знаете, на самом деле очень тесно все переплетено, и неудивительно, что многие из нас в этом не могут никогда до конца разобраться. Раймон, теперь все-таки вопрос к вам. В нашем представлении, ну, я по ту сторону практически экраном, вместе с нашими зрителями. В нашем представлении скорая помощь – это вот то, что находится в Самаре, это вот такое какое-то здание, где стоят машины, мы туда звоним, когда требуется, и вот. Все-таки что такое областная станция скорой медицинской помощи, из каких подразделений она состоит? Областная станция – это на данный момент, это, скажем так, пока условное такое обозначение, потому что в нашей области действует 4 крупных станции скорой медицинской помощи. Это вот Самарская станция, Тольяттинская, Сызранская, и в Новокубежске находится как раз-таки Самарская областная станция. Но в ее структуру уходит сейчас, на данный момент, 9 районов, как мы сейчас уже привыкли говорить, от Приволжья до Черниговки. Это, да, у нас, скажем так, центр, это находится в Новокубежске, и в каждом районе находятся отдельные посты, отдельные подстанции, то есть это охват всего юга постами скорой медицинской помощи. Например, вот в Приволжском районе у нас стоит две бригады, одна стоит в Приволжье, другая стоит в Обшаровке, и так далее по всем районам. Поэтому мы крупные, мы большие. Сейчас идет объединение вообще в принципе под станцией скорой медицинской помощи. Утвержденный график, например, к Самарской станции будут присоединяться другие районы, и это будет такое большое слияние. Для чего это нужно? Ну, логичный вопрос. В первую очередь это диспетчеризация. Нам нужно понимать, откуда пришел вызов. Он принимается в единую службу диспетчерскую и передается на планшет бригаде. И самая ближайшая бригада, которая находится к месту вызова, едет на этот вызов. Как такси? Ну, в какой-то степени, да? Нет. Ни в коем случае. В такси вас никто, вам никто не будет оказывать медицинскую помощь. Нет, 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 я имела в виду, что таксист принимает ближайшую точку. А, в этом, да, тогда именно так. Конечно, для этого и было сделано это объединение, потому что, например, бригада, которая, ну, условно, стоит у нас вот на посту Куйбышевском, это Пестравский район. Но рядом с этим постом находятся и красноармейские села, и пестравские села, и хворостянские села. И теперь у нас нету разделения, что там, например, когда это было обособленное подразделение, хворостянская бригада ехала вот куда-то там на край своего района оказывать медицинскую помощь. Мы видим, что вот эта Куйбышевская подстанция находится ближе к хворостянскому району. И вот в это село едет именно куйбышевская бригада. И поэтому, если к вам приехала, скажем так, бригада, которую вы не знаете, не огорчайтесь. Это все теперь наше. Все люди наши. Все пациенты наши. Я правильно понимаю, что вот вы, областная станция, обслуживает Юг области, да? Да. А Север в приоритетах у Сызрани и у Ториати, да? Да. Именно так, да. Да? Да. Давайте тогда, может быть, ну, больше будем даже говорить сегодня вот о работе этого подразделения, поскольку здесь руководитель. Хотя Инна Георгиевна про всю область все знает. Ну, в общем, посмотрим, как получится. Я сейчас еще раз хочу напомнить нашим зрителям. Сегодня мы говорим о работе скорой медицинской помощи. У нас в гостях Инна Труханова, врач-анестезиолог-реаниматолог, главный мне штатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава Самарской области. И Раймонд Чернуха, исполняющий обязанности главного врача Самарской областной станции скорой медицинской помощи. Еще раз напомню, номер телефона в студии 202-11-22. Не откладывайте со звонками, если у вас есть вопросы. В конце программы можно будет не успеть ответить на звонки. Итак, про подразделения примерно, я думаю, мы поняли. А можно сказать, сколько всего в настоящее время автомобилей в ведомстве, подразделения, сколько медицинских работников? Хотя, наверное, интереснее может быть даже по всей области, да, Инна Георгиевна? Есть цифры? Ну, по всей области у нас, могу сказать, что у нас постоянно идет прирост. Вот начиная с 17-й, 18-й, 19-й, особенно 20-й и 21-й, это прирост бригад. Если у нас, например, в 19-м году было 650 бригад, то сейчас круглосуточно работающих, да? Одно момент. Одно момент. 650 бригад в области. Ну, нет, круглосуточно у нас работают 181 бригады. Это четыре, так скажем, делим на четыре все существующие бригады. И получается, что они меняются вот в таком порядке. Круглосуточно работает сейчас 181 бригада, а, например, в 19-м году работало 170. То есть поменьше было. Поменьше было, да, значительно. У нас практически на 55% поменялся парк автомобилей. То есть у нас сейчас практически все автомобили, это автомобили новые, 50% новых автомобилей с новым оборудованием. Это просто замечательно. Нас видит наша область, наше правительство, губернатор, министр. Все делается для того, чтобы помощь оказывалась на современной аппаратуре, современным автомобилям, чтобы он был, так скажем, безопасен в том числе. Ну, скорая помощь, это вообще, как мне кажется, лицо здравоохранения, да? То есть ему сразу можно судить. Да, да, конечно, хотелось бы, чтобы скорая медицинская помощь была именно вот таким флагманом, который и внешнему виду, и по оборудованию, и по автомобилям, и по скорости был, в общем-то, на высоте. Мы стремимся к этому. И именно вот то, о чем говорит Раймонд Самвелыч, оно как раз касается всей России. Это объединение сначала региональное, а потом создание единой скорой медицинской помощи России. Это будущее, и, наверное, уже недалекое. И, наверное, уже светлое. Да. Давайте послушаем наших телезрителей. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а может ли случиться такое, вообще бывают такие случаи, что скорая помощь, которую вызвали, не приезжает вообще? И если это возможно, то в каких случаях она может не приезжать? Да, спасибо за вопрос. У меня он тоже был. Я могу ответить. Как мы ранее говорили, вызов может уйти в поликлинику на неотложную помощь. Соответственно, к вам может приехать не автомобиль скорой помощи, а автомобиль неотложный. Это разные вещи. Потому что нужно понимать, что автомобиль скорой помощи это автомобиль класса Б, либо автомобиль класса С. ну, давайте проще, газели, да, куда можно госпитализировать, положить и транспортировать пациента. Автомобили неотложной помощи, давайте уже прям приближаясь к реалям, это Ларгусы, Гранты, Мивы. Да, да, вот такие вот. Некоторые, конечно, переоборудованы для того, чтобы человека госпитализировать при необходимости. Вот. Но это совсем другие классы автомобилей. Поэтому, если ваш вызов, он был отнесен к неотложному, и к вам приехал доктор, он может быть не со скорой помощи. Это нужно тоже понимать. Вообще, в принципе, чтобы кто-то не приехал, сейчас, на данный момент, это просто должен произойти какой-то казус. Объясняю, почему. Потому что мы сейчас работаем в единой информационной системе. Каждый вызов, поступающий в скорую помощь, он записывается и попадает на сервер. Поэтому ему присуждается определенный номер, и чтобы кто-то куда-то не поехал, это невозможно в принципе, потому что этот вызов, он, ну, как он говорит, висит у диспетчера направлений. Запись всегда можно отмотать? Конечно. Мы всегда поднимаем запись при каких-либо жалобах, они всегда бывают. Мы слушаем, что говорил диспетчер, как он принимал вызов, правильно ли он принял. Делаем выводы из этого, потому что мы всегда учимся и находимся всегда на связи с населением, потому что нам нужна обратная связь, и мы должны понимать, где мы совершили какую-то ошибку. Поэтому по поводу того, что к вам вообще кто-то не приехал, ну, такого сейчас не может быть. – Ну, мы уже вот перешли фактически и к моему тоже следующему вопросу. Тогда, если я вас правильно поняла, то какую именно помощь нужно оказать, определяет диспетчер, да? Нет, не диспетчер. Вот, а как тогда вот эта система выстраивается? Объясните, пожалуйста. – Ну, смотрите, когда поступает вызов, он поступает с нескольких телефонов. Во-первых, тоже наше население должно знать, что это может быть с 03, 103 и 112. – 03, 103 и 112, я хочу еще раз акцентировать, да, эти меры. – И куда бы он ни поступил, если в 112, передадут все равно на 103, то есть просто диспетчер примет службы 112. Если он поступил на 03 или 103, примет диспетчер по приему передачи вызова в скорой медицинской помощи. Это фельдшер. Но он определяет, у него есть свои алгоритмы работы, они прописаны в программах. Это, во-первых, обязательно идентификация пациента, его паспортные данные, то есть фамилия, имя отчества, адрес, где он находится, и те минимальные наборы жалоб, которые можно собрать от звонящего. И таким образом фельдшер по приему передачи вызова определяет экстренность. Вот то, что мы говорили. Экстренный угрожает жизни – это экстренный. Не угрожает жизни – это неотложный. И он определяет именно категорию вызова экстренной неотложной. Это первое. И второе – он срочность вызова. Потому что и среди экстренных бывают разные по срочности вызовы, которые должны быть обслужены в разную очередь. В первую очередь мы обслуживаем вызовы на улице. Это опасная ситуация, когда человек находится не в доме, не на работе, не в помещении. У вызовы к детям до трех лет, особенно до года, и к беременным. Это первоочередные вызовы. Все остальные по категорийности у нас есть целые методические разработки, которые утверждены Минздравом, как нормативные документации. Ибо они работают в ведшем приеме вызова. Это категорийность экстренных. И такая же есть категорийность неотложных. Если в этот момент у нас бригады заняты, то в очереди будут стоять именно по категорийности и по срочности вызовы. Их выстроят в очередность. Если есть свободные бригады, то сначала обслуживаются скорой медицинской помощью экстренные вызовы, а потом неотложные. И в данный момент до восьми вечера, с восьми утра до восьми вечера, все неотложные вызовы диспетчер по приему передачи вызов передаст в поликлинику, о чем говорил. Это же почище, чем авиадиспетчер работает. Да, приблизительно так же. Я бы вот еще хотел добавить, что категорийность категории вызов нам помогает еще выставлять сама программа. То есть в нее заложены алгоритмы. То есть когда диспетчер заносит информацию, программа обрабатывает и помогает диспетчеру принять правильное решение. Какой это вызов по срочности? И там сразу выскакивает первая срочность, вторая, третья и четвертая срочности. И хотел бы еще добавить, что если у нас поступает вызов первой срочности и у нас, например, бригада направляется на неотложный вызов, этот вызов снимается и передается. Вы знаете, я где-то видела статистику, что сейчас около 70% составляют неотложные вызовы, а именно звонят люди в скорую, когда скорая не нужна. Вот может быть еще раз стоит объяснить непосредственно функции скорой помощи. Но сначала давайте ответим на звонок зрителя. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вот я бы хотела узнать, вообще через сколько минут должна приезжать скорая помощь? Потому что у меня вот я сердительница, и у меня скорая помощь приезжала через 8-12 часов, что я была вынуждена нанять такси и ехать в кардиоцентр. И мне там оказывали помощь, и систему сразу ставили, реалиматологи. Это вот как? И кардиоцентр ругал их скорую помощь, звонил, говорит, как это так, человек такой больной, и вы что это ехали? Когда она им позвонила, вы знаете, они сразу приехали, и меня еще пирогов по этой системе. Да, мы поняли ваш вопрос, большое спасибо. Ну, собственно, это практически тот вопрос, который задала вам я. Да, то есть, с чем мы звоним на скорую помощь, и с чем все-таки не стоит отвлекать врачей скорой помощи. Да, и за сколько мы должны приехать? Тут нужно смотреть, во-первых, с каким диагнозом позвонил пациент, да. Опять же, если человек говорит, что он смог сесть в такси и доехать до кардиоцентра, ну, наверное, что-то там было, ну, не совсем экстренное. Я понимаю, что можно с колес попасть в реанимацию, мы вот сангерные реаниматологи, но в реанимацию можно попасть по разным причинам, ну, абсолютно по разным причинам. Я бы, наверное, все-таки стал, посмотрел бы конкретно этот случай. Почему скорая не приехала за столько времени? Опять же, может быть, эту информацию передали на неотложную службу поликлиники. Это уже тогда вопрос к поликлинике, почему они не доехали, ну, в свое отведенное время. Еще один вопрос. Примем. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Слушаем вас. Добрый вечер. Алло. Мы вас слышим. Перезванивайте, пожалуйста, не получилось. С какими ситуациями, каковы функции скорой? Ну, у скорой медицинской помощи несколько функций. Во-первых, это принять вызов и его обслужить. Что значит обслужить вызов? Вот вопрос задавала до этого звонящая Дана. Кардиологическая больная. За сколько минут должен доехать, быть обслужен этот вызов? Все экстренные вызовы, которые есть, те, которые угрожают жизни. То есть есть угроза жизни. Должны быть обслужены за 20 минут. От момента, как пациент позвонил на скорую или на 112 или на 103 до момента, как скорая приехала и позвонила в дверь, должно пройти 20 минут. Если же это не отложный вызов, когда нет угрозы жизни, вызов может быть обслужен за 2 часа. То есть в течение 2 часов. Но мы его передаем иногда в поликлинику, как вот бывает очень часто. И там уже сколько он у них на обслуживании висит, мы не знаем. Тот, кто звонил, он не знает, что вы передали в неотложку. Но мы не можем сообщить пациенту. Мы иногда говорим, что ваш вызов неотложный, и он будет передан в поликлинику. Но это случается не всегда. Это только тогда, когда мы уже заведомо знаем, что бригад свободных нет сейчас. Что все бригады на вызове. А если есть свободные бригады, возможно, к этим людям попадет и скоропомощная бригада в том числе. Но на сегодняшний день у нас порядок работы такой, что в дневное время мы все неотложные вызовы передаем в поликлинику. Инна Георгиевна, перебиваю, потому что есть еще звонок зрителей. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Я недавно вызывала скорость Каменного в родах, приехала в Красноармейск. Хотела выразить огромное спасибо художской Татьяне Константиновне и Мирякова Елена Геннадьевна. Очень быстро, хорошо выкровали свою работу. Так как я, правда, отказалась от того, чтобы поехать, но действительно они посоветовали то, что мне помогло. Спасибо вам огромное. Благодарю за все здоровья вам. И чтобы всегда были рядом с нами. Спасибо вам за такой звонок, потому что это очень важно на самом деле для наших докторов. Это как раз мои сотрудники. Я им обязательно прямо сегодня после эфира, конечно, по званию скажу. Итак, скорая приехала все-таки. Скорая приехала. Дальше она должна осмотреть пациента. На это тоже все регламентировано практически. 5-10 минут на осмотр опрос пациента. И принимается решение о том, этот пациент будет госпитализироваться или ему будет оказываться помощь на дому. То есть госпитализации не будет. Все у нас регламентировано клиническими рекомендациями. На сегодняшний день по закону России, по 323-му федеральному закону мы работаем по клиническим рекомендациям и в соответствии со стандартом. То есть у нас есть алгоритмы действий. Выбирается скорой медицинской помощью сотрудникам или фельдшерам или врачам ведущий синдром. И хотела бы акцентировать ваше внимание на догоспитальном этапе, на этапе скорой помощи мы никогда не ставим диагноз. Мы либо предварительный диагноз, и он может быть составляющих иметь несколько, но выбирается ведущий синдром, который на данный момент максимально для фельдшера или врача скорой помощи является требующим оказания экстренной помощи. То есть ожидать, что приехала бригада и они вылечат? Ну, слишком... Это не стоит делать. Это даже вообще не стоит делать никогда. Конечно. Нужно понимать, что скорая помощь – это лечение посиндромное. Вот есть такое лечение посиндромное. То есть вот болит нога, значит, ее надо посмотреть. Почему она болит? Может, ее надо там обезболить в первую очередь, да? И потом фельдшер либо врач, он смотрит. Это неврологический дефицит, это сосудистый ли дефицит. Поэтому вот, как Ингюрин говорит, да? Два диагноза ставятся – сосудистый и неврологический. Для того, чтобы, как говорится, снять диагнозы, для этого пациента и везут в больницу, где будут проведены соответствующие диагностические мероприятия. И уже врачи-стационары с их оборудованием, с тяжелым оборудованием, тяжелые – это компьютерная томография, магнитно-резонансные томографы, они смогут поставить точный диагноз и определиться, нужно этого пациента госпитализировать. Даже такое, да? У нас бывает, что когда мы привозим на госпитализацию, его посмотрели врачи и сказали, что показаний для госпитализации нету. И вот самый очень ответственный момент – скорая помощь обратно не возит. Поэтому… Значит, состояние не жизнеугрожающее, уже как-то нужно добраться самим. Да, поэтому я всех хочу призвать к тому, что когда вы едете на госпитализацию, будьте готовы, что обратно вы будете добираться сами. И чтобы не было лишних конфликтов к тому же, да? Да, потому что, извиняюсь, это сделано потому, что бригада, возвращаясь, может получить вызов. И если они будут везти обратно, ну, нам просто бригады скорой помощи не хватит всех развозить обратно по домам. Инна Георгиевна, Вы уже нарисовали нам светлое будущее, которое нас ведет по всей стране в реорганизации. Но, тем не менее, реорганизация – это скорая, она же уже идет, правильно? Я понимаю, уже не первый год. Не первый год. Что на сегодняшний день вот нужно понимать нам? Что уже изменилось? И как, что Вам удалось сделать на данный момент? Самое главное, мне бы хотелось, чтобы все поняли, что это делается во благо жителям нашей области. Что задача, которую мы перед собой ставим вот таким объединением, в улучшении всех показателей. Вот в том доезде скорой помощи, чтобы мы успевали в любую точку, да? В том, чтобы пребывала полная бригада, и мы могли кадры свои правильно тоже реорганизовать так, чтобы все скорой помощи были либо из врача-фельдшера, либо из двух фельдшеров. Но бригада была полной. Вот. И чтобы до каждой точки была доступность та, которая определена нынешними потребностями, и мы могли помощь оказывать вот в соответствии с этим. Поэтому, чтобы Вы не боялись того, что происходит в реорганизации, что как будто бы из этой центральной районной больницы забрали скорую помощь. Жители районов, наверное, да, это понимают. Это может быть такой нюанс, чисто психологический, потому что Вы все привыкли, что она стояла вот здесь. Она и будет у Вас же, но только она будет в лучшем качестве. Во-первых, единая медицинская система информационная позволяет видеть более свободную бригаду, и может приехать, и управлять будет уже единая диспетчерская, любая свободная бригада. Вот сейчас этого места еще продолжим. Давайте последний звонок, наверное, сегодня уже примем, больше не успеем. Алло, здравствуйте. Пожалуйста, только отойдите, пожалуйста, от телевизора. Выживали жене скорую помощь. Было 9 часов вечера. Скорая приехала, пол первая. Уже все обошлось. Итог, почему у нас, кстати, хорошо работает скорая-то? А какая была проблема, скажите нам? Я жаловался, даже звонил, но на жалобу мои не реагировали. И когда я позвонил тебе в дежурную часть, первую часть отдела номер один, через... О них попросил вызвать скорую, мне перевозили потом в подстанцию и начали говорить, что в скором времени приедет машина. Машина приехала пол первого. Выдох был в 21.00 вечера. Подскажите, пожалуйста, какая была проблема? У меня боль была в правом боку резкая, колола. Мы поняли, спасибо за вопрос. Что можно ответить? Ну, что можно ответить? Боль резкая в правом боку – это однозначно неотложный вызов. Это не жизнеугрожающий... Не может быть жизнеугрожающим состоянием. Никак, но... Если аппендицит... Даже аппендицит – это не... Даже аппендицит – это не... Даже аппендицит – это неотложный вызов. Да, это неотложный вызов. Чтобы было понимание, экстренный вызов – это если там кровотечение из правого отдела живота, да, там при ножевом ранении, бригада бы приехала бы точно за 20 минут. Но когда болит... Давайте вот на чашу весов поставим. Болит в правом боку и болит сердце. И мы предполагаем, что инфаркт. Куда мы быстрее поедем? Мы поедем на инфаркт. К сожалению, когда болеет кто-то из твоих близких, или ты сам, конечно, не думаешь о том, что кому-то важнее вызовет бригада. Но мы всегда стоим на выборе, кому нужно быстрее. Я, конечно, понимаю, что когда ты понимаешь, что у тебя вот что-то болит, и тебе хочется быстрее, мы это все понимаем. Но кому-то нужно быстрее. Я понимаю, что в рамках наших 30 минут очень сложно было бы вот все это объяснить и рассказать. Про скорую всегда много вопросов. Думаю, что звонков бы еще было много. Но благодарю вас за сегодняшнюю беседу. Надеюсь, что что-то нам удалось хотя бы объяснить. И, ну, может быть, станет понятнее, когда вызывать скорую. Всего доброго. Спасибо вам. До свидания. Увидимся через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова